Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина перенесет перелом из-за остеопороза. Большую роль играет гиподинамия. Это бич современных мегаколисов. А у детей бывает вообще? У детей тоже бывают остеопорозы. В полтора-два года уже, допустим, можно выявить. Такой маленький? Ужас какой. Последствия у этой болезни, они довольно серьезные. Как вы уже сказали, перелом шейки бедра. Существуют ли методики лечения? Да, лечение существует. Можно сказать так, вылечить мы его не можем. Сейчас мы сделаем небольшую памятку и расскажем, как предотвратить это все. Прошу родителей не давать самостоятельно препараты кальция детям, особенно до пяти лет. Сколько раз в год нужно приходить к вам, чтобы предотвратить развитие? Остеопороз. Его еще называют молчаливой эпидемией 21 века. По статистике, после 50 лет каждая третья женщина и каждый пятый мужчина перенесет перелом из-за остеопороза. Сегодня мы поговорим с вами об этом серьезном заболевании. Напоминаю, что вы на канале о честной медицине. И сегодня помогать разобраться с этим сложным вопросом нам будут наши дорогие врачи, наши эксперты. Анастасия Николаевна Дроганова, врач-эндокринолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И травматолог-ортопед Анастасия Владимировна Ваулина. Здравствуйте. Я задам первый вопрос для того, чтобы в принципе понять, с чем мы сегодня имеем дело. Что такое остеопороз как заболевание? Остеопороз – это метаболическое заболевание костей, которое характеризуется снижением минеральной плотности кости. То есть, если говорить простым языком, то кости становятся хрупкими. Это заболевание, первичность остеопороза я имею в виду, оно характерно больше для людей старше 50 лет и женщин в постменопаузе. Это заболевание часто остается без внимания, его еще называют молчаливой эпидемией, потому что оно не имеет симптомов до развития патологического перелома, который уже будет иметь симптомы и определенные последствия. А почему вообще возникает остеопороз? Разные причины есть. Первичный остеопороз, он возникает как самостоятельное заболевание. Вообще в молодом возрасте существует два процесса в костной ткани. Есть кости образования и костная резорбция, разрушение кости. Пик костной массы человек достигает к 30 годам. И в этот период процессы кости образования не преобладают над процессами костной резорбции. В дальнейшем же с возрастом постепенно снижаются процессы кости образования и, соответственно, увеличивается костная резорбция. У женщин в определенном возрасте, ну где-то около 50, наступает менопауза, вследствие которого возникает дефицит эстрогенов, который тоже приводит к потере минеральной плотности костей. У мужчин здесь есть некоторое преимущество, потому что они не так быстро теряют минеральную плотность кости, но, тем не менее, с ними это тоже происходит только чуть позже. Также в этот процесс могут вмешиваться какие-то вторичные факторы, какие-то заболевания, прием лекарственных препаратов и, соответственно, может быть вторичный остеопороз. То есть другое заболевание приводит к снижению минеральной плотности кости. Но это все приводит к патологическому перелому. Я хотела бы добавить, что в патогенезе вторичного остеопороза большую роль играет гиподинамия. То есть кость у нас получает питание извне, когда работает мышца. Соответственно, при плохой работе мышц, при снижении двигательной активности, процессы остеорезорбции пойдут быстрее, чем остеогенеза. Гиподинамия – это бич современных мегаполисов. То есть, если резюмировать, что можно сказать нашим зрителям? Одним из факторов профилактики вторичного остеопороза является регулярная равномерная двигательная активность. Именно что регулярная и, скажем так, достаточная по возрасту и по подготовке организма. То есть не надо бежать в спорзал и тягать килограммы 120 сразу. Адекватная? Адекватная, да. Хотелось бы еще объяснить нашим зрителям. У нас сегодня две Анастасии. Две Анастасии. Одна Анастасия Николаевна, вторая Анастасия Владимировна. Так вот, Анастасия Николаевна у нас работает непосредственно с лечением, диагностикой, выявлением. А Анастасия Владимировна как раз работает с последствиями уже перенесенного остеопороза. Поэтому сегодня будет интересно, я думаю, всем послушать как раз-таки, к чему может привести все это дело. Это объяснили. Теперь следующий у меня вопрос. Вы упоминали про первичный и вторичный. Расскажите, это как с диабетом, первый-второй тип, или это что-то другое? Ну, в любом случае, то, к чему все приведет, это к потере минеральной плотности. Просто если мы говорим о вторичном остеопорозе, есть определенные заболевания, на которые мы, например, можем воздействовать. Например, при некоторых эндокринных заболеваниях, при териотоксикозе, это избыток гормонов щитовидной железы, заболевания, которые приводят к избытку гормонов щитовидной железы, при гиперкортицизме, это избыток кортизола в организме, разные формы есть, может нарушаться минерализация кости, и, соответственно, это приведет к остеопорозу. Если мы воздействуем на эти заболевания, мы можем, скажем так, остановить этот процесс. Процесс старения мы остановить не можем. В данном случае мы можем выявить и не допустить дальнейшего ухудшения и даже в некоторых случаях полечить и улучшить минеральную плотность кости. То есть первичный остеопороз – это самостоятельное заболевание. Естественно, там много факторов играет. Возраст, пол, как мы сказали, женщины больше подвержены, в том числе и с позициями на паузу. И, соответственно, вообще образ жизни человека. Вы еще упомянули о том, что процесс строения нельзя остановить. Много говорите про возраст. А у детей не бывает вообще? Бывает. У детей тоже бывает остеопороз. Единственное, он диагностируется немного по-другому. И в данном случае отводится большая роль перелому. В детстве остеопороз мы можем поставить, когда есть компрессионные переломы тел позвонков, без, скажем так, какой-то адекватной травмы. Например, ребенок упал с высоты, собственно, рост, либо как-то не так повернулся и сломал позвонки. И, соответственно, это переломы трубчатых костей. Но здесь по возрастам до 10 лет два перелома трубчатых костей, и до 19 лет три и более перелома трубчатых костей. Это будет говорить об остеопорозе. Но, опять-таки, это все переломы, которые возникли при минимальной травме. Вообще очень важно сказать, что такое минимальная травма, потому что если человек попал в ДТП или упал с высоты значимой, то это как бы не патологический перелом. Патологический перелом – это перелом низкоэнергетический. Что это значит? В норме, если человек падает с высоты собственного роста, он не должен себе ничего сломать, потому что скелет, он приспособлен к таким нагрузкам. Вы имеете в виду, что стоял, упал? Да, шел, споткнулся, упал. Он не должен себе ничего сломать. Если же это происходит, то костная ткань скомпрометирована. И в данном случае нам нужно разбираться. И поэтому у детей тоже. Мы здесь говорим не о том, что ребенок получил какую-то значительную травму, а ребенок получил травму при каких-то минимальных движениях, воздействиях на кость. Да, бывает остеопороз реже. Его тоже нужно выявлять и лечить. Но все-таки это, скажем так, больше вторичные причины. А именно детки, которые получают глюкокортикостероиды по поводу заболеваний, цитостатики. То есть, это дети, имеющие серьезные хронические заболевания, и, соответственно, которые тоже могут приводить к потере минеральной плотности кости. Как насчет дефицита витамина D, который массово в этом климате с нашими полгода снега, полгода дождя? Но не у детей все-таки. Но остеопороз – это остеопения. Мы не будем выявлять у детей остеопения все-таки. Я только хотел спросить у Анастасии Владимировны, какой самый молодой пациент у вас был? С остеопорозом? С последствиями уже, с проблемами. Это больше вторичный остеопороз на фоне действительно тяжелых хронических заболеваний. В полтора-два года уже, допустим, можно выявить. Такой маленький? Да. Ужас какой. А больше всего в каком возрасте обращаются люди? Старше 50. Все-таки старше 50. А молодые люди 30 лет моего возраста примерно? Бывает, но причин вторичного остеопороза достаточно много. Провоцирующие факторы гиподинамии, хронические заболевания, прием препаратов гормональных частично, антидепрессанты снижают минеральность, плотность ткани. Вредные привычки алкоголь, курение, кофе тоже снижают минерализацию костной ткани. То есть причин остеопороза вторичного очень много. И сказать, будет ли он у каждого конкретного человека или не будет по совокупности факторов, практически нельзя. То есть настороженность – это возраст старше 50 лет. У женщин однозначно. Женщины более молодого возраста после гинекологических операций, в частности, аваректомии. И пациенты, которые наблюдаются эндокринологом с другими эндокринными заболеваниями. До 50 лет – это уже последствия остеопороза, частые переломы. Как сказала Анастасия Николаевна, вызовет настороженность и уже требования обследовать. Если я правильно понимаю, то главное осложнение от остеопороза – это идёт склонность именно к перелому. Причём переломом разных локализаций. Это может быть бедро, это может быть плечо, лучевая кость. Давайте попробуем перечислить, какие основные группы. Можно сказать, кости аппаратическим, какие не относятся. Это кости черепа, это фаланги пальцев и мелкие кости стопы. Они не относятся. То есть если там есть какие-то проблемы, то это не вопрос остеопороза. А так все остальные крупные кости – и таз, и рёбра, и плечо, и бедро. И позвонки. И позвонки, да, конечно. Самое опасное – это компрессионный перелом позвонков и перелом шейки бедра. Стоит отметить внимание зрителей на то, что, как мы сказали, что это молчаливая эпидемия. Почему молчаливая? Потому что, я так понимаю, в обычной жизни никаких проявлений, то есть вы просто так не поймёте, что у вас развивается стопороз? До развития патологического перелома нет. Но, тем не менее, есть всё равно настораживающие признаки у людей старшей возрастной группы, а именно снижение роста на 4 см за жизнь или на 2 см за период наблюдения. Например, мы наблюдаем, измеряем. То есть мы должны измерять не только рост детям, но и взрослым. Особенно старшей возрастной группе для них это крайне важно. Также это может быть некоторая сутулость. Когда мы просим пациента ставить ксодиометру, то мы видим, что его затылок не может коснуться спины. Это также уменьшение расстояния между рёберной дугой и подвздошными костями. То есть, если грубо так сказать, то рёбра как будто садятся на подвздошные кости и, соответственно, уменьшается объём и грудной, и брюшной полости. Люди могут жаловаться на изжогу, на непонятные боли, могут быть дезурические явления, это с нарушением мочеиспускания связано. То есть может быть симптомокомплекс, неспецифический жалоб, с которыми пациент будет ходить к разным врачам, и никто может не заподозрить даже остеопороз. Но, тем не менее, все жалобы, скажем так, связаны с наличием компрессионных переломов. Ещё достаточно часто пациенты предъявляют жалобы на ноющие боли в поясничном или грудном отделе позвоночника, быструю утомляемость и желание принять горизонтальное положение, разгрузить позвоночник. Тогда резерптильные кости, лёжа позвоночник нагрузки не несёт, ей становится легче. Жалобы на неспецифические ноющие боли уходят в горизонтальном положении. И человек ещё меньше двигается, что ещё больше ухудшает нашу ситуацию. Почему я вообще, в принципе, сакцентировал внимание на то, что это молчаливая эпидемия? Дело в том, что последствия у этой болезни, они довольно серьёзные. Как вы уже сказали, перелом шейки бедра, переломы позвонков. Я так понимаю, Анастасия Владимировна, это довольно сложно реабилитируется и лечится. Да. С этим сложно правильно работать? Расскажите немножечко подробнее. Значит, что такое компрессионный перелом позвоночника? Когда ломается тело позвонка, снижаясь в высоту, при этом спинно-мозговой канал интактен и спиной мозг интактен. Соответственно, как часто очень думают, о, перелом позвоночника, паралич, всё, реанимация. Нет. Перелом позвонка болит чуть-чуть. Так же, как и ушиб. Неделю ноющих болей, и потом всё прошло. Но при этом высота тела позвонка продолжает снижаться, позвонок приобретает клиновидную деформацию, и в дальнейшем развивается стойкий фиксированный кифоз. То есть, грубо говоря, выраженная сутулость, что в свою очередь приведёт к сдавливанию лёгких, к сдавливанию сердца, к нарушениям работы желудка с забросом кислого содержимого желудка, то в пищевод. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Какой болезнь? Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Фиксированный кифоз уменьшает высоту межпозвонковых отверстий, через которые у нас выходят спинномозговые нервы, и может вызвать хроническую боль. Вплоть до острых приступов радикулита. А ноги там, условно говоря, отказать не могут при этом? Нет. Это некомпрессионный перелом. И остеоартрита заберетных суставов как следствие из-за нарушения нагрузки. Перелом шейки бедра, с учётом того, что это пациенты пожилого возраста и нуждаются в длительном постельном режиме, у них высок риск застойной пневмонии на постельном режиме с последующим вероятным летальным исходом. Достаточно часто перелом шейки бедра заканчивается прогностически, мягко говоря, неблагоприятно в пожилом возрасте. Чем старше человек, тем выше риски летальности. Плюс из перелома может кровяной сгусток попасть в кровяное русло и вызвать тромбою болею либо лёгких, либо мозга. Для того, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что всё плохо и с этим вообще никак нельзя бороться, давайте поговорим с вами о том, что в каком возрасте стоит обратиться за диагностикой, какими методами вообще это всё производится, как это выявить и лечится ли это вообще. Давайте вот об этом поговорим, чтобы сейчас у них панику немножечко снять. Первый вопрос. Как диагностировать? Ну, здесь есть такое замечательное понятие, как скрининг. Скрининг должны проходить все люди старше 50 лет. То есть, изначально, когда пациент приходит к врачу, причём это может сделать врач любой специальности, не обязательно там эндокринолог, травматолог, но и терапевт может сделать. Существует специальный алгоритм ФРАКС. Он был разработан по инициативе Всемирной организации здравоохранения, и по большому счёту, кроме как данных о весе, росте пациента и некоторых аномнистических данных, нам ничего не нужно. С помощью этого алгоритма, в который мы вводим рост, вес и факторы риска, рассчитывается десятилетняя вероятность переломов. Да? Десятилетняя вероятность переломов. И можно сказать, что есть некоторая градация. Есть низкая вероятность переломов. Это всё определяет врач. Низкая вероятность переломов. Пациент не нуждается в никаких дополнительных обследованиях, просто мы с какой-то периодичностью пересчитываем у ФРАКС в дальнейшем. Если есть умеренный риск переломов, то как раз пациенту нужны дополнительные обследования. Это денситометрия, выполнение рентгеновской именно денситометрии, некатая денситометрия. Это может быть, если мы уже знаем, что у человека диабет второго типа, либо он на инсулинотерапии. Если пациент получает препараты глюкокортикостероидов, если пациент имел уже какие-то переломы в анамнезе, то возможно выполнение рентгенографии поясничного и грудного отдела позвоночника, боковой проекции, для того, чтобы как раз выявить вот эти компрессионные переломы. То есть, в зависимости от ситуации мы решаем. Но денситометрия нам в любом случае нужна. И, соответственно, если по ФРАКС мы получаем высокий риск переломов, то есть, есть определенный российский порог вмешательства, то мы человека начинаем сразу лечить. То есть, вне зависимости от результатов денситометрии. Денситометрия пропускает 50% пациентов. Почему? Потому что… Пропускает в смысле, не замечает. Например, если человек недавно перенёс перелом, то минеральная плотность кости в тех участках, которые мы смотрим, она будет больше, чем, собственно, нам хотелось бы, чтобы поставить остеопороз. Это Т-показатель, насколько я помню. Да, Т-критерий. В денситометрии основным показателем, который мы используем, является Т-критерий. Для него существует определённая градация. Норма – это больше, чем минус 1. От минус 1 до минус 2,5 – это остеопения, начальное снижение минеральной плотности кости. И меньше, чем минус 2,5 – это остеопороз. Т-критерий мы оцениваем в поясничных позвонках и, соответственно, в шейке бедра, в максимальном отделе бедра. Соответственно, если мы выявляем, например, меньше, чем минус 2,5, то мы правомоченно ставим диагноз остеопороз. Но здесь надо так немножечко сместить акценты, что не только денситометрия, не только ФРАКС. Вообще есть три критерия для установки диагноза остеопороз. Первый – это перенесённые переломы крупных костей, низкоэнергетическая травма. Низкоэнергетическая важная. Обязательно. При условии исключения других заболеваний скелета. Какие? Может же быть метастатическое поражение кости, может быть милунная болезнь. То есть, другие заболевания скелета, которые приводят к таким последствиям. Поэтому, если мы всё исключили, то мы устанавливаем диагноз остеопороз и лечим. Вне зависимости от того, что мы увидели на денситометрии. Также мы устанавливаем диагноз остеопороз по ФРАКС, если это выше точки или соответствует, или выше порога вмешательства для Российской Федерации. И, соответственно, если по денситометрии мы видим Т-критерий меньше, чем минус 2,5, но опять-таки определённые области, не все. То есть, решает врач. То есть, здесь крайне важно те области, на которые мы смотрим. Вы сказали, что тогда мы сразу начинаем лечить. Дело в том, что, например, лично у меня было убеждение лет 5-10 назад, что остеопороз вообще не лечится никак. И существуют ли методики лечения? Да, лечение существует. Можно сказать так, вылечить мы его не можем. Ну, полностью. Да. Опять-таки, мы возвращаемся к основному. Это вот наше неблагоприятное событие, перелом. Наша задача всеми способами этого избежать. Для этого первое, что нам нужно сделать, как можно ранее выявить пациента из группы риска и подобрать ему адекватное лечение. Если говорить о вариантах лечения, то это, ну, скажем так, препараты разделяются на две группы. Это медикаментозные всегда. Да, медикаментозные. Это антирезорптивные препараты, бисфосфонаты и деносумаб, и анаболические препараты, терепаратит. Ну, не будем нагружать. В любом случае, лечение есть. И лечение выбирается в зависимости от тяжести. Если это уже осложнённый остеопороз, перелом, там одна история, если это, ну, просто выявленные, да, там, минус 2,6 Т-критерии, это другая история. Всё зависит от человека, от его сопутствующих заболеваний, да, выбирается терапия. Также обязательными спутниками терапии остеопороза являются препараты кальция и витамина Д. Но надо понимать, что препараты кальция и витамина Д самостоятельно не лечат остеопороз. То есть, они не лечат, они просто работают совместно с препаратами, да. Для профилактики, когда есть остеопения, мы можем назначать препараты кальция и витамина Д, но это не лечит, да, это не восполняет кость. Чуть-чуть просто поддерживает, да. Ну, не даёт ухудшаться, можно так сказать, да. Равно как именно паузальная гормональная заместительная терапия – это не лечение остеопороза, да. Это, ну, скажем так, предотвращение потери, да. А если вам, например, звонит Анастасия Владимировна и говорит, Анастасия Николаевна, у меня вот у пациента перелом. Вы как-то вместе работаете над этим, если уже случилось? Как правило, перелом – это острая ситуация. И лечу я, потому что перелом – это больно, это нарушение функции конечности, особенно с нижней. Остеопороз, если он был, то он, в принципе, за хотя бы 7-10 дней, пока не пройдёт болевой синдром и отёк, и пока человек не обретёт более-менее мобильность, он не убежит за эти 10 дней. А, то есть, у вас, в принципе, ваши пациенты потом… Если я подозреваю, я к эндокринологу направляю всегда. То есть, вот вы в этом плане работаете? Да, есть определённые лечения после перелома. То есть, есть препараты, которые рекомендуются после перелома. То есть, отличаются от лечения до перелома? Нет, препараты – это, в принципе, одни и те же, но только, скажем так, в определённых ситуациях определённые препараты. Например, та же зелендроновая кислота, которая может назначаться после перелома. Кто находится в группе риска? Можете рассказать? Помимо возраста мы уже поняли. Пол женщины всё-таки, да. Пол есть возраст. Ну, не надо забывать о мужчинах, у них тоже бывает остеопороз, да. Ну, всё-таки каждый пятый. Это, как уже нам рассказали прекрасно, это гиподинамия, это сниженная активность. То есть, офисные работники. Белые воротнички. Ну, сидячая работа сейчас практически у всех, в принципе. Ну, если человек не дополняет активностью свою жизнь, то ему это грозит. Понимаете, если с точки зрения биологии, как человек, как живой организм, мы, в принципе, 8 часов должны бегать за едой по лесу или по степи. А мы сидим 8 часов. В школе сидим, в институте сидим, на работе сидим. Помимо остеопороза масса заболеваний, которые являются следствием гиподинамии. И остеопороз одна из самых значимых проблем в ритме жизни современного человека. Цивилизация, к сожалению, или, к счастью, пошла быстрее революция, и мы кое-чем расплачиваемся за компьютер, за лиц, за автомобиль, за поезд, в конце концов. Я еще читал о том, что у мужчин и у женщин есть определенный рост. Выше этого роста уже риск возникновения увеличивается. У остеопороза это... Ну, как мы сказали, до пик минерализации костной ткани где-то к 30 годам, да, это и в дальнейшем постепенно... А рост, я имею в виду человеческий рост. Вот я метр семьдесят восемь. Немножко от роста не зависит. То есть, может человек быть высоким и иметь остеопороз, а может быть низким и не иметь остеопороз. Вторичный остеопороз при некоторых генетических синдромах, которые сопровождаются в высокорослости, но это, как правило, генетики ставят либо в детском, либо в подростковом возрасте и предупреждают об этих рисках. Сама по себе высокорослость фактором риска не является. Сейчас выдохнули все, кто больше метра восемьдесят. А вес как-то влияет на риск возникновения? Да, влияет. Низкая масса тела – это фактор риска. Ну, здесь низкая масса тела вследствие некоторых причин – это недостаточное потребление белка и кальция с пищей, да. Часто это пациенты с нервной анорексией. Белок и кальция. В каких продуктах больше концентрация? В данном случае мы, ну, белковые продукты – это мясо, естественно, да, ну и молочные продукты. Вообще, как понять, достаточно ли, да, человек потребляет кальций. Вот приходит нам женщина, допустим, в 50 лет мы посчитали ей по фраг, что у нее низкая вероятность, да, то есть ей недоинстометрию, ничего не нужно, но мы должны дать ей какие-то рекомендации, да. И здесь мы скажем о том, что необходимо употреблять кальций, содержащие продукты. Мы начинаем ее расспрашивать. В день должно быть 3 порции кальций, содержащих продуктов. Это, например, 30 грамм сыра, 100 грамм творога, ну, и там 200-250 миллилитров молока. То есть это то, сколько… Если женщина, собственно, эти продукты ежедневно получает, да, в таком количестве, то мы можем говорить, что ей дополнительно препараты кальция не нужны. А если нет, ну, тогда мы уже обсуждаем, да, потому что все-таки не все должны получать препараты кальция. Это решает врач, только врач. Самостоятельно себе их назначать не нужно. А вот витамин Д, да, он нужен всем. У нас и дефицит, и недостаточность витамина Д очень распространены. То есть мы должны получать дополнительно витамин Д и выявлять, лечить недостаточность или дефицит. То есть… Загорать не хватает, да? Да. Нет, не хватает. У нас слишком дождливое лето и слишком долгая врачная зима. Ну, это риски меланомы. Это уже с дерматологами. Мы не вредители. Мы не вредители. Анастасия Николаевна, в процессе беседы у меня созрел вопрос как раз по употреблению кальция. Очень много детей сейчас с лактазной недостаточностью. Как быть с ними? Что такое лактазная недостаточность? Непереносимость белка, коровьего молока, эти дети не могут получать молочные продукты с едой. У них реакции. Да, кстати, сейчас… Мы можем… Ну, смотрите, в данном случае как бы мы обсуждаем, мы смотрим, да, насколько можем дать добавки кальция в том числе. Но это в индивидуальном порядке. Что до пяти лет всё-таки почки ещё не совсем зрелые. Препараты кальция до пяти лет даже при переломах стараются не давать, разве что это действительно политравма с множественными переломами или перелом больших трубчатых костей. Потому что, опять же, можно навредить почкам. Очень прошу родителей не давать самостоятельно препараты кальция детям. Особенно до пяти лет можно получить метаболическую нефропатию и соли кальция в моче. А вы как человек, который сталкивается уже с последствиями, вы замечали влияние грудного скармливания на возникновение остеопороза? Например, там, если грудное скармливание было, достаточно всего получало? На самом деле в смеси, в искусственной кальция примерно настолько же, сколько в белке, в грудном молоке. То есть, корреляции здесь нет. Там больше по иммуноглобулинам, по самому составу, адаптированному к человеческому организму, к организму человеческого младенца. Ну, и также есть продукты, которые тоже дополнительно обогащают кальцием, например, растительное молоко. То, что мы можем не рекомендовать ребёнку. То есть, в зависимости от ситуации. Есть пищевая избирательность у детей. То есть, это всё решает врач самостоятельно, и ни в коем случае никто не даёт препарат кальция. Никому. И тем более, там, ну, норму-то и никто и не знает. Естественно, да. А вторичный остеопороз может возникнуть повторно? Конечно, да. При рецидиве, например, у нас была болезнь Грейвса, да, и пациент... Болезнь Грейвса – это заболевание, которое характеризуется тиреотоксикозом, избытком гормонов щитовидной железы. И лечится он, ну, определённым образом. Есть, там, консервативная терапия, это препараты тиреостатики, да. Ну, эффективность, к сожалению, не очень высока, и может быть рецидив. А есть радикальное лечение – это радиотерапия или оперативное лечение. Соответственно, допустим, человек какое-то время был на тиреостатике, ситуация нормализовалась, затем случился рецидив, тиреотоксикоз, пациент не лечится, то есть он опять, естественно, скомпрометирован. Равно как, может быть, пациенты с ревматологическими заболеваниями, которые получают препараты глюкокортикостероидов, это курсы, да, также, которые будут и которые будут ухудшать. Ну, в данном случае мы уже за этим следим заранее, да, и некоторую протекцию пациенту обеспечиваем. Расскажите, пожалуйста, что такое лабораторная диагностика остеопороза? На самом деле диагностировать лабораторную остеопороз нельзя. Конечно, есть маркеры костеобразования, да, костного ремоделирования и костной резорбции, но это, скажем так, дополнительные критерии, которые мы можем использовать у пациента при назначении терапии. Допустим, мы назначили пациенту терапию и смотрим эти маркеры через три месяца для того, чтобы посмотреть эффективно ли лечение и оценить приверженность пациента лечению. То есть, если мы видим, что нет изменений, возможно, пациент лукавит и не принимает терапию должным образом, да, либо нам нужно пересмотреть подходы к терапии. Но это не диагностика. Все-таки три критерия, которые я назвала, это основные критерии, по которым мы можем поставить диагноз остеопороз. Сейчас, наверное, к вам больше будет вопрос. Да не, наверное, точно к вам будет вопрос. Если уже все случилось, все произошло, какое лечение, как проходит реабилитация, с какими случаями вы сталкиваетесь? Все что? Все это что? Ну, все произошло, перелом уже произошел. Я так понимаю, у вас же пациенты с переломами именно уже. Расскажите. Основные принципы лечения любой травмы, независимости от того, вызвана ли она была на фоне остеопороза или это просто травма, начинается в первую очередь с создания покоя, то есть мобилизация. Гипс, ортезы, корсеты. То есть создание функционального покоя, чтобы кость срослась, чтобы двигающиеся мышцы не сместили отломки. Это при даже позвоночнике, то есть корсетом фиксирует? При позвоночнике может быть еще и очень длительный постельный режим, который в свою очередь, опять же, ухудшает обменные процессы в костной ткани. Но без постельного режима при компрессионном переломе позвоночника второй степени менее чем трех недель нельзя, иначе позвонок может схлопнуться совсем и получится стойко-костная деформация. А как же ранняя мобилизация при переломе шейки бедра? Мы же стараемся. Это же увеличивает выживаемость пациентов. Это ранняя мобилизация до перелома? На самом деле золотым стандартом по миру при переломе шейки бедра является ранний остеосинтез, хирургический метод лечения. То есть сломанная кость скрепляется металлической конструкцией и на третий день уже разрешают вертикализироваться. Это улучшает исходы. В течение 48 часов должна быть проведена операция, желательно до 72, но желательно в первые 48 часов. Металл не даст развалиться сломанной кости. Ранняя вертикализация проведет профилактику тромбоэмболии, застойное пневмонии улучшит кровоток, соответственно, улучшит питание костной ткани. И снижает летальность, я так понимаю. Вопрос в том, что много ли клиник, особенно на периферии, могут себе позволить ранний металлоустеосинтез? Ну, это вопрос уже не к нам. Ну, многие себе не могут денситометрию позволить даже так, поэтому... Ну, на самом деле, как бы сама по себе денситометрия, она не такая дорогая процедура. Но обеспечение у нас этих аппаратов не такое большое. То есть, все-таки да. По поводу денситометрии есть много споров, что там вот ее часто делать нельзя, что там лучевая нагрузка высокая. Какая лучевая нагрузка у денситометра? Ну, насколько мне известно, что она в 10 раз меньше, чем при выполнении рентгенографии легких. То есть, там минимальная нагрузка. Но действительно, ее часто делать и не нужно. А зачем? То есть, через год-два для того, для динамики. То есть, часто нам не нужно. Это вот как раз-таки следующий вопрос. Для того, чтобы к вам, не дай бог, не попасть с такими сложными переломами. Дело в том, что я наслышан о том, что долго лечится, практически инвалидизация происходит. То есть, у человека при переломе шейки бедра. Правильно? Нет. Поэтому при адекватном оперативном лечении репелитация, скажем так, проходит достаточно легко. Не приговор. Не приговор, да, если в умелых руках. Я хотела сказать, что это надо было, наверное, в самом начале беседы ставить. Почему тихая эпидемия? Потому что остеопороз находится на четвертом месте в мире среди неинфекционных заболеваний. Первое место – заболевание сердечно-сосудистой системы. Это что за рейтинг? Рейтинг заболеваний в принципе по миру, правильно? Да, неинфекционных. Неинфекционных. По популярности, да? Да. По частоте. Расскажите подробнее. Первое место – заболевание сердечно-сосудистой системы. Второе место занимает онкология. Третье место – сахарный диабет. И на четвертом месте – остеопороз, который фактически не имеет желоб. Почему остеопороз? Почему он так стал популярен? С чем это связано? Эволюция? Люди стали дольше жить. Люди стали доживать таких изменений. Это социально значимое заболевание. Перелом у взрослого человека приводит как минимум открыть у листа недородных способностей на срок от месяца до полугода, а то и больше. Стали дольше жить еще, к тому же. И, я так понимаю, медицина шагнула вперед, стали больше выявлять. Раньше сломал и сломал. Да, воспринимали как случайность. То есть, допустим, человек что-то в саду делал с тяпкой, сломался, и думали, ну, сам виноват. То есть, никто этому не уделял внимания. На самом деле рентген изобретен всего лишь чуть более 100 лет назад. Поэтому, в принципе, как-то гус... Переломы компрессионные позвоночника раньше не диагностировались просто. Я читал где-то исследование, что 2-2,5 тысячи лет назад даже встречался уже остеопороз при археологических раскопках. Сто процентов. Уже тогда это все равно было, несмотря на питание, подвижность. Все равно с возрастом меняется гормональный баланс, меняется архитектоника костной ткани. Рано или поздно до остеопороза доживают, к сожалению, все. Но, опять же, корреляция между минерализацией костной ткани и риском перелома пока еще работы на эту тему проводятся. Пока достоверной корреляции не выявлено, что, допустим, тяжелый остеопороз, обязательно будет перелом. К сожалению, не всегда. Тут помимо минеральной плотности кости еще идет архитектоника костных балок, костных перегородок. И при, допустим, остеопении, но если в тробекулах костных позвонка их достаточно, но они при этом прерывистые, то перелом, скорее всего, будет. Здесь есть такой показатель, он называется тробекулярный костный индекс. То есть мы его тоже можем ввести. Ну, предположим, у человека мы провели Дэнстим-3, посмотрели тробекулярный костный индекс, и этот показатель мы можем ввести в ФРАКС. И во ФРАКС он может попасть сразу в группу высокого риска. То есть мы его даже будем лечить. То есть это тоже как показатель. Это сложный процесс диагностики, который, скажем так, должны делать специалисты. Сейчас мы сделаем небольшую памятку и расскажем, как предотвратить предотвратить это всё. То есть кому нужно обратиться, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить непосредственно переломы, перевестия порозия. То есть, условно говоря, мы сейчас должны рассказать зрителям о том, что вот смотрите, дамы после 30 раз в 2 года делаете, После 30. Ну, например, после 45. Хорошо. Подождите. А если там, например, молодой человек ещё, он не может пойти провериться? А зачем? Ну, на всякий случай. Нет, на всякий случай мы ничего здесь делать. Я такой псих, что я пошёл и проверился. Мы проводим те обследования, которые влияют на тактику. То есть без жалоб мы ничего не проверяем. То есть есть жалобы, есть какие-то предрасполагающие факторы. Если это молодой человек, который принимает высокие дозы глюкокортикостероидов, да, но здесь уже и врач об этом задумается. Самое главное в молодом возрасте при обращении, допустим, к терапевту сообщать о всех своих хронических заболеваниях и о всех своих принимаемых препаратах, чтобы врач мог отсеять, нужно дальше проводить какую-то диагностику или нет. Просто так молодым людям нельзя. И в любом случае молодых людей мы Т-критерий не используем. У молодых людей используется З-критерий. Да, это немножечко другая диагностика, и только на основании донситометрии мы не устанавливаем. То есть здесь именно важны ещё другие факторы. Поэтому я имею в виду для дальнейшего лечения. Поэтому не всё так просто. Но что, если говорить о памятке пациентам? Первое, что это профилактику нужно проводить уже с молодого возраста. Это иметь достаточный уровень физической активности, здоровый рацион. Это отказ от курения и алкоголя. Не существует безопасных доз алкоголя. То есть это достаточное потребление витамина D. Лучше узнать свой уровень и понять. Сначала ликвидировать дефицит или недостаточность, потом принимать поддерживающую дозировку, которую лучше обсудить с врачом, не самостоятельно. И не у кого-то в Инстаграме прочитать. А именно, да. Потому что передозировка витамина D может выдать микрокальцинаты в почках у мужчин в простате. Это всё под контролем лабораторной диагностики и врача-эндокринолога. Ну, или терапевта, в принципе. Такую информацию вполне можно в Инстаграме читать. Вот у нас, например, есть нелезиограмм, который... Но лучше всё-таки узнать у врача, да, всё-таки о назначении каких-то лекарственных препаратов. Всё-таки лучше консультироваться с врачом. Также очень важно у женщины после наступления менопаузы. Она не всегда может наступить в 50 лет, да, может раньше обязательно сообщить врачу это, сходить к эндокринологу для того, чтобы, ну, эту ситуацию обсудить. И здесь бывает преждевременная менопауза до 40 лет, бывает ранее до 45 лет. Ну, любые эти обстоятельства, да, прекращение менструации требуют консультации эндокринолога, гинеколога. И здесь уже маршрутизация пациента будет необходимая. Также нужно учитывать переломы у родителей, несколько драматичные. То есть, если у родителей был остеопороз, особенно перелом шейки бедра, то пациент находится в группе риска. Ну, его риски намного выше. Это первичного именно генетического. Да, да. То есть, здесь как бы тоже нужно об этом сообщать врачу, да, когда мы спрашиваем, какие наследственные заболевания, да, чем болеют родители. Об этом важно говорить. Ну, и людям, которые уже находятся в старшей возрастной группе, рекомендовать правила организации пространства. А это именно ликвидация ковриков, половичков. Ну, можно споткнуться, упасть, да. Это отсутствие каких-то проводов, шнуров, да, чтобы не было, может быть, каких-то собак бегающих, котов, которые могут, да, соответственно, поспособствовать падению. Это нормальное освещение, пространство, коррекция зрения пациента, чтобы тоже, да, он мог адекватно оценивать окружающую обстановку, да. И также немаловажно, это поручни определенные, да, в некоторых случаях они важны. Ванной, да, ну, вообще по квартире посмотреть, да. Это может использование дополнительных там средств, ходунков. То есть, все должно обсуждаться. Наша задача – не допустить перелома. Ну, естественно, конечно, физическая активность. И здесь нужно тоже индивидуально обсуждать с врачом, да. Ну, тут вы, наверное, расскажите лучше, какая активность все-таки нужна. Но она нужна любому человеку в любом возрасте. И даже после перелома. Ну, профилактика падений на улице – это у нас на зимний период. Удобная обувь на нескользкой подошве. Слишком много у нас гололеда, к сожалению, в нашем климате. При проблемах с передвижением, при проблемах неврологических, в частности, головокружения, шум в ушах, на зимний период лучше ходить все-таки с тростью по улице, как дополнительную опору. По поводу количества движения, все зависит от данного конкретного индивидуального организма. Молодой человек 30 лет и женщина 75 лет имеют разные возможности. Женщинам старшего возраста не рекомендованы бег, не рекомендованы какие-то конные прогулки, да. То есть, нужно что-то вроде бассейна, что-то вроде пилатеса. Каминовская ходьба. Да, то есть, безопасная. И лучше действительно в связи с терапевтом обсудить, да, с врачом ЛФК. В плане подбора движения существует еще незаслуженно забываемый метод, называемый лечебная физкультура. ЛФК. Да, ЛФК, который подбирает именно врач лечебной физкультуры с учетом индивидуальных особенностей организма пациента, и который точно не назначит движения, вредящие. А сколько раз в жизни или, например, сколько раз в год нужно приходить к вам, например, к эндокринологу, да, для того, чтобы предотвратить развитие? После 50 лет не обязательно прям всегда приходить к эндокринологу, можно это сделать и у терапевта. Ну, если терапевт, как правило, терапевты все-таки знают об этой проблеме. Сколько это? Раз в год, раз в полгода? Раз в год. Раз в год достаточно. Да, но если, допустим, у пациента появились какие-то факторы риска или, да, там выявились какие-то заболевания, он понимает, что ему сейчас назначат высокие дозы глюкокортикостероидов, то, конечно, нужно прийти раньше, чтобы обсудить, потому что там уже, может быть, заранее выполнена некоторая диагностика, да, для того, чтобы предотвратить. То есть, наш задача – предотвратить всеми способами. Забыли еще об одном факторе риска сказать. Это заболевание желудочно-кишечного тракта верхних отделов. Гастрит, гастрододенид, язва, когда нарушено всасывание кольца. А, вот так. Если вы хотите кушать сыр килограммами, запивая его кефиром, кальций будет просто не всасываться транзитом, уходя по кишечнику. Ну, я бы здесь все-таки больше сказала, что это воспалительные заболевания кишечника, болезнь крона, неспецифические язвенные калиции, лиакия. То есть, это то, что как бы влияет. Давайте мы тогда перечислим факторы риска возникновения вторичного остеопороза. С первичным все понятно, да? Коротко можете перечислить сейчас. Ну, первичный остеопороз – это остеопороз, который развивается как самостоятельное заболевание. И мы сказали, что группа риска – это люди старше 50 лет, женщины и мужчины, ну, женщины после менопаузы. Вторичный остеопороз – это остеопороз на фоне другого какого-то заболевания. И здесь потенциально, что вмешательство в это заболевание может как бы улучшить течение остеопороза или не допустить в некоторых случаях. То есть, по сути, сложно сказать заболевание, которое не приводит. Также это терминальная почная недостаточность, цирроз печени. То есть, всё, что, скажем так, затрагивает многие системы организма. Все эти заболевания будут приводить к остеопорозу. Лекарственные препараты там тоже целый список, да, вы уже называли. Ну, из частых, да, это гепарин, это глюкокортикостероиды, естественно, это антидепрессанты, это препараты лития, это препараты, которые применяются для лечения эпилепсии. То есть, там что-то ещё. То есть, стоит отметить просто. Препараты, содержащие алюминий. Алюминий, да. То есть, то, что пригострит. Вредные помпы, которые часто назначаются пациентам, да, для лечения гастроэзофигальной рефлюксной болезни. То есть, стоит обратить внимание наших зрителей, что если они услышат... Вредные привычки. Вредные привычки, уже говорили. Ну, ещё раз повторяю. Там есть ещё избыток витамина А, и избыточное потребление соли – это тоже факторы риска. Много соли тоже. Да. В общем... А и девушки, сидящие на диете. Да, нервная анорексия однозначно. Нервная анорексия. Да. Ну, почему ещё вегетарианцы? А у них же вообще кальция. Подождите. Ну, а вегетарианцы от творог? Ну, в зависимости от их радикальности, да, то есть, всё-таки там же подгруппы... Там же веганы и вегетарианцы есть. Да, есть ещё песковегетарианцы, оба песковегетарианцы. То есть, их много разных подвидов. Но в любом случае, да, мы понимаем, что они в группы риска из-за своего рациона, да, то есть, мы тоже будем активно скренировать. Вы компенсируете это медикаментозно. Но это не значит, что мы скажем, что вы должны вернуться к мясу, мы просто должны немножко обсудить. Немножечко другую коррекцию в данном случае. Скажите, пожалуйста, вот вы смотрите на человека, бывало ли такое, что вот смотрите на человека, да, это, блин, у него остеопороз. Есть ли какие-то внешние признаки? Или, может быть, признаки, которые может сам себя человек заметить, которые являются таким звоночком, что вот надо идти к рачу? Женщина старше 50 лет с фиксированным кефозом, так называемый вдовий горб. Смотришь в транспорте и думаешь, похоже. Это просто горб или почему вдовий? Ну, традиционно так называется. Скорее всего, это возникло в те рентгенологические времена. Почему вдовий? Потому что женщина, потеряв кормильца, вынуждена была работать сама и очень много. И компрессионные переломы позвонков, склиновидная деформация приводили вот к фиксированному, грубо говоря, горбу. То есть, это... Да. Это, как мы уже сказали, соприкосновение ребер с подвздошными костями. То есть, это тоже, собственно, как проявление этой стулости. Когда мы раздеваем пациента, мы должны обязательно раздевать пациента, то мы видим это. И еще мы видим складки кожи. То есть, на спине и на боках, что тоже говорит о наличии компрессионных переломов, как показатель. Это не какие-то морщины, это вот именно следствие снижения высоты тел позвонков. А еще? Я еще добавлю, что, в принципе, важно следить за своим ростом. То есть, женщина знает свой рост в 25 лет. Например, она говорит, что она 170, а мы измеряем, и она 162. То есть, она за жизнь потеряла 8 сантиметров. Но это тоже говорит о наличии остеопороза. Также, что еще мы можем отметить, это женщины, которые долго носят одну и ту же одежду, могут отметить, что им кофта стала длиннее. То есть, раньше она была по бедру, сейчас она прикрывает бедро. Или юбка была чуть ниже колена, а стала намного ниже колена. То есть, это тоже говорит о уменьшении роста пациента. Это боли, конечно же. То есть, когда пациент постоянно жалуется на боли в пояснице. То есть, когда он пожалуется, когда мы его увидим, пожалуют. Да, мы никак не дадим к с ним. Ну, то есть, если человека беспокоят постоянные боли, то какие-то беспричины, скажем, это, возможно, один из косвенных признаков. Ну, в принципе, довольно исчерпывающее. Но на самом деле, после встречи с каждыми врачами я прихожу к одному выводу, что необходимо выбрать либо клинику, либо прикрепиться, либо, я не знаю, купить себе чекап какой-то и раз в год просто ходить на чекапы для того, чтобы быть спокойным за свое здоровье. Вот честно, у меня прям острое, устойчивое такое желание. Еще в 70-х годах было сказано, будучи за профилактической медициной. А, это вот, кстати, очень... Знаете, просто нас очень много в комментариях пишут, что вот там сплошная реклама, там и всего лишь. С этим мы можем поспорить, потому что мы все-таки говорим чаще всего о предотвращении заболеваний непосредственно, а не лечении. О лечении мы должны говорить, потому что, ну, вот, если столкнулся человек, он хотя бы должен знать, что с ним делать. Или, не дай бог, его близкие столкнулись. Коротко, может быть, рекомендации на путствие нашим пациентам какие-то от себя лично. Ну, вы так скажете, наверное, не попадайте ко мне. Ну, почему же? Я была организатор первой олимпиады в 20 веке, который провозгласил, что движение – жизнь. Я согласна. Это ваша рекомендация? Да. Отлично. Моя рекомендация – быть максимально откровенным с врачом и рассказывать ему обо всем. В принципе, перед приемом было бы неплохо выписать все свои жалобы, все принимаемые в настоящее время или в ближайшее время препараты, расспросить родственников, чем хронически они болеют. Это дает исчерпывающую информацию и понимает, как нужно направить диагностический поиск. Ну, вот в эндокринологии мы просто так ничего не проверяем. Есть жалобы, есть какие-то клинические подозрения. То есть мы назначаем те обследования, которые повлияют напрямую на тактику. Соответственно, это помогает врачу определиться, какой скрининг необходим в данном случае, необходим ли он вообще, и помогает составить некоторые рекомендации, которые мы можем. То есть, в принципе, неформально относиться, вот пришли с одной жалобой, а попытаться рассказать еще о себе чуть больше, для того, чтобы врач мог немножко шире посмотреть на проблему. Уважаемые зрители, мы надеемся, что мы довольно подробно вам рассказали про остеопороз. Ну и, конечно, если у вас остались вопросы, по традиции, можете написать их в комментариях. Мы обязательно на них либо ответим, либо снимем отдельный выпуск, если это какой-то более обширный вопрос. Продолжаем разбираться в такой сложной науке, как медицина, вместе с нашими врачами. Не занимайтесь самолечением. Обращайтесь только к грамотным, высококвалифицированным специалистам и доверяйте лучшим. Ну и, конечно, будьте здоровы вместе с Юрметом. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова